Подпишитесь на Рутуб-каналы и соцсети Спаса и смотрите все выпуски в поисках Бога. Спас. Подпишись на главное. Субтитры создавал DimaTorzok Подходит ко мне, говорит, Лёх, ты врачом-то собираешься становиться? У тебя же несколько тяжелых больных, и один за другим уходит и уходит. Вот здесь вот ощущаешь себя полным идиотом, ни за что неспособным и никчемным. Правильно пережитые страдания, она очищает сердце человека. И без боли спасения нету. Я не могу пролезть в рай. Меня прокручивает, и я в рай вот маленьким червячком вползаю. Я не верю, что Бог не касается какого-то человека. Не верю. 95% рутины и 5% панического ужаса. Однажды он так выразится о своей работе реаниматологом. В этой фразе будет и ирония, и правда. Стать врачом Алексей Тимаков решил еще со школы. После мединститута работал врачом скорой помощи, позже реаниматологом и анестезиологом. Но кардинально изменить профессию и жизнь было не следствием разочарований в медицине. Да и ежедневная встреча со смертью не оттолкнула от профессии. Но не зря говорят, священство не работа, а призвание. Вот и у Алексея Тимакова было так же. Он ушел в священнике, когда ему предложили высокую должность заведующего отделением. И за долгие годы ни разу об этом не пожалел. В общем-то, конечно, фондоскоп как фондоскоп. Сломаться тут вообще нечему совершенно. Трубки, хорошая поверхность, хорошая мембрана, хорошая проводимость. В нем довольно хорошо все прослушивается. До современных он может и не дотягивает по дизайну. Но содержательных отличий у старого фондоскопа нет. Вот этому фондоскопу уже около 30 лет. Его священник Алексей Тимаков приобрел, когда работал анестезиологом, реаниматологом. За это время прибор ни разу не ломался и до сих пор исправно служит. Бронхит, пневмонию, аритмию и порог сердца точно отличит. В принципе, аппарат очень хороший. И, конечно, тут не только вообще-то, по большому счету, можно диагностировать проблемы в легких и в сердце, но еще и работа кишечника вполне хорошо прослушивается тоже. Ну, как вот, необходимый прибор для, что называется, всего на свете. Впрочем, в ход он шел нечасто, разве что во время вспышки сезонных простуд. Потребность в фондоскопе усилилась лишь в последние два года во время пандемии. Священнику Алексею Тимакову на это время пришлось стать не только врачевателем духовным, но и телесным. Когда вся паства слегла от коронавируса, батюшка вновь ощутил себя врачом. Там пришлось, конечно, прослушивать всех людей, которые здесь у нас собрались. Но единственное, что он был почти бесполезен, потому что во время, когда идет... Ну, когда ковид, он практически не прослушивается, ничего там не слышно, почти ничего не слышно. До этого я практически не чувствовал себя врачом. Да, я, конечно, консультировался у умных специалистов, постоянно был нас с ними на связи, но в данной ситуации уже вполне-вполне спокойно принимал те или иные решения. Это, наверное, самое важное, что можно сказать. И действительно, вот мозги работали, и более того, я консультировал по телефону очень многих людей. В юности он мечтал стать хирургом. Перед глазами был пример мамы-врача. Путь отца и брата священников казался чем-то недостижимым и далеким. Алексей Тимаков, хоть и вырос в верующей семье, но жил обычным детством советского мальчишки. А как прививалась вера? Что говорилось о Боге в семье? Разговоры шли постоянно. Это, что называется, застольные беседы, разговоры. И главное, все-таки, это, наверное, посещение храма больше всего. Больше всего. И не могу сказать, что я всегда с огромной радостью ходил в храм Божий. Нет. В какой-то момент я готов был всегда его в подростковом периоде променять на футбол, на хоккей. И, в общем-то, конечно, была даже некая тягота. Но сомнений в бытии Божьем не было никаких. Практически никогда не испытывал. Другое дело, что к вере все равно пришлось приходить. От Октябренка до комсомольца этот стандартный путь советский школьник до конца не прошел. От комсомола удалось отвертеться. Хватило значка и галстука. Уж слишком они были не по духу. Я вообще помню с первого класса, там, вот подшефный класс был такой, вернее, надшефный класс. И вот у меня был очень хороший, звали его Сережа. Он каждый раз приходил ко мне и говорил, где же твоя звездочка? Приходил, цеплял мне... Тогда Октябренка еще. Да, еще, да, цеплял мне звездочку. Я, значит, как он уходил, ее тут же снимал молча. И, значит, куда-нибудь, либо в карман или еще куда-то. И в конце концов она куда-то пропадала у меня обязательно. Он в следующий раз опять приходил на вещи от меня, опять звездочка пропала. И этот был постоянно вот бедный. Так вот он... А сказать ему, что мне это не надо, вот я, конечно, не решался, не буду говорить. Этот день символично выпал на историческую дату. Столетие со дня пионерии. Священник вспоминает ее одновременно с улыбкой и с грустью. У него с раннего детства были другие кумиры. Царская семья. Их трагическое и жестокое убийство в детском сознании отложилось по-своему. У меня года, наверное, четыре, вряд ли больше. Вот сидим мы на своей домашней кухне. И вот что-то разговор зашел о расстреле царской семьи. Ну, что мог там ребенок четыре года понимать? А я помню хорошо образ какой. Барон Минхаузен на ядре летит. И я понимаю, что если расстреливают, то, наверное, из ядра, из пушки, как вот положено, там все. Говорю, а что ж он не увернулся? Вот эта вот реакция была такая детская. И очень хорошо помню, до сих пор она сохранилась. О том, что Тимаков, сын священника, в школе узнали только в старших классах. Но бог миловал. Публичных порок и прилюдных наказаний директор устраивать не стал. Да и одноклассники отнеслись с пониманием. Дорога они пришли, я смотрю, и они начинают шушукаться между собой. Между собой, и на меня так это потыкивать, я довольно быстро сообразил, что к чему. И уже был готов ко всем реакциям. А реакция была в целом совершенно нормальная у ребят. Нормальная. Ну да, что-то не то, что-то не так. Иной, иной, да, но при том, при всем, я не был никогда изгоем в классе. Ни в коем случае. Операция – это ничто не стоящее. Маленькая операция, небольшая операция. И от этого пособия, в общем-то, ничего с человеком произойти не могло. И вдруг он останавливается. Мы его откачиваем, он переходит в себя. Он так моргает, моргает, моргает. А вы их знаете? А люди, которые умерли, они там живы? Я помню людей, которых совершенно, казалось бы, не жильцы на свете. Они выплывали. Закон парных случаев. Побращайтесь ко мне, слушай. Я, говорит, в этой проклятой медицине двух вещей никак понять не могу. Таких. Отчего люди умирают и почему они выживают. Батюшка, у вас хороший альбом. И у вас у всех такие выразительные лица. Знаете, такие артисты, артистические. Сейчас вот в какой-то момент я себя поймала на мысли во время интервью, что вы похожи на Антона Павловича Чехова. То, значит, был такой, что вы похожи на актера. А ведь это вот, кстати, какие-то пробы в кино, да? Ну, это да. Расскажите. Здесь проба была на фильм... Борис Годунов? Борис Годунов. Да, но участие в массовке требовались какие-то более-менее благообразные лица и обратились по этому поводу к отцу Владимиру Рашкову, который был консультантом этого фильма. Наверное. И вот он, так как он был настоятелем в том храме, где служил мой отец, вот и позвали. На фотопробах Алексею Тимакову около 23-х, но сыграть Бориса Годунова ему так и не пришлось. Вместо роли русского правителя в реальной жизни пришлось надеть врачебный халат и пойти работать в скорую помощь. Тогда на станции платили хорошие деньги. Алексей Тимаков к тому времени уже женился, нужно было кормить семью. Сначала мечтал стать хирургом по молодости, потом понял, что, наверное, все-таки у меня неусидчивость и ничего не хватит для этого. А когда женился, я понял, что все равно, надо семью будет кормить. Самое такое вот удобное в этом отношении – это скорая помощь. Там все-таки платили очень-очень прилично по сравнению с остальными видами медицинской деятельности. И я понимал, что там можно будет как-то, по крайней мере, семью, худо-бедно, но содержать. Вот я пошел на скорую помощь. Не случайно говорят, Бог помогает руками людей. Знакомство с доктором Владимиром Голдом развернуло дальнейшую жизнь Тимакова в реаниматологию. На тот момент он был уже ведущим врачом подстанции. На меня можно было иногда оставить даже всю подстанцию по качеству ответственного врача. Он подходит ко мне, говорит, Лех, ты врачом-то собираешься становиться? Ну, еврейский юмор, он прекрасный, да, я оценил его. Ну, Владимир Владимирович, вообще, было бы, говорю, неплохо. Ну, вот Ежей, говорит, вот 81-я больница, туда-туда ты найдешь там Константина Михайловича Иванова. Скажешь, что отменен. Свою первую неудачную реанимацию он помнит до сих пор. В отделении кардиореанимации тогда еще не было совершенной техники. Спасали, признается, редко. Сейчас это стентирование идет, когда сразу, фактически, человек, которого постигла недуг, ему сразу расправляют сосуды, и кровоток там довольно хорошо восстанавливается. И, по крайней мере, что можно сберечь, сберегается. Вот. А тогда, когда сердце у тебя очень так плохо работает, и баллонная контрпульсация еще тогда не внедрена была, то, в общем-то, ну, шок кардиогенный он практически не речился никогда. То есть все эти люди, они просто умирали у вас на глазах? Ну, конечно, они умерли. Ну, делаешь все, что можно, делаешь все, что можно. Ну, иногда выкарабкивались. Но если он остановился, то тут уже включаются другие механизмы, которые только усугубляют ситуацию. За годы работы он воочию столкнулся с законом парных случаев, явлением, наукой недоказанным, но и совпадением это вряд ли назовешь. В медицине закон работает безотказно. Его суть в повторяющихся друг за другом событиях, зачастую печальных. У врача Тима Кова это произошло в один день на вызовах пациентов с туберкулезом. В анализе у человека туберкулез, но излеченный. И совершенно какая-то для меня непостижимая картина в легких, вот с помощью фонодоскопа прослушиваю, буря в легких идет, ну, больше, наверное, с одной стороны, отдышка очень могучая. И я понимаю, что, в общем-то, оставлять здесь нельзя, очень тяжело, вдыхательная недостаточность. И я решаю, что надо госпитализировать срочно, ну, с чем есть, тем есть. Потому что подозревать, тем более в те времена, туберкулез не гулял по Москве до такой степени. Вот, дыхательная недостаточность, бронхиальная астма, что-нибудь просто вот какой-то влепить диагноз и повезти. И, значит, мы его спускаем в машину скорой помощи. И все правильно, причем не пешком, нет, на селках, все как положено в данной ситуации. Помещаем машину скорой помощи, и человек умирает. Ну, в принципе, это ЧП для скорой помощи, смерть в машине. И буквально через 4-5 часов я опять еду на задыхается. А вот там как раз человек, пришедший из... Из тюрьмы. Из тюрьмы. Но у него не было никаких, вот, в его истории болезни, случаев с болезнью, с туберкулезом. Но я вот слушаю легкие, только там уже и справа, и слева, с двух сторон, и тоже там такой вот буря в пустыне, что называется. У него клокочет все. Второго пациента он тоже довести не успел. Вскрытие подтвердило туберкулез. Две смерти одна за другой, да еще и от недуга, который тогда почти не встречался, как это было возможно. Впрочем, за годы работы он потом еще не раз столкнется с необъяснимым. Когда будут уходить совершенно здоровые люди, а безнадежные выкарабкиваться, умершие воскресать. В своей практике во время реанимационных действий врач-анестезиолог трижды сталкивался с клинической смертью своих пациентов. И каждый этот случай запомнился особенно. Ведь буквально на его глазах совершалось чудо, когда из атеистов эти люди становились верующими. Простой-простой дедуречка. Простой-простой то ли из деревни, то ли от сахи, от сахи тракторист, не тракторист, комбайнер, не комбайнер, ну не в этом дело. Просто ясно, что образований там не так много, и эрудиция не очень такая широкая. Просто очень простой нормальный дедуречка. Умирает у нас, мы его откачиваем, он переходит в себя. Он так моргает, моргает, моргает. А вы их знаете? А люди, которые умерли, они там живы? Вот его фраза такая была. А я вот тут допустил, наверное, одну оплошность. Ну я-то понял сразу, о чем он говорит-то. Я к этому моменту и Раймонда Моуди читал, и Элизабет Кублер-Росс, и думал, что сейчас я его разговариваю побольше. Говорю, а ты-то откуда знаешь? А он совершенно враждебно воспринял эту фразу. Вот решил, что с таким идиотом, как я, просто разговаривать ни в коем случае нельзя. И он замкнулся и ничего не рассказал. Обидно. Я говорю, ну вот я, что было. Но фраза-то была все равно произнесена. И он, ну так вот во взгляде, я прочитал, ну... Дурак ты, дурак ты, дурак, я-то там был. Я-то знаю, я-то видел, все, а ты что лезешь? Радостных моментов в профессии было немного, но разочароваться или выгореть в ней за 18 лет не успел. Разве что стал циником. Но без этого в реанимации никак. В палате происходит реанимация. Больные все, естественно, тут же убегают все. Они боятся присутствовать при этом. Не присутствует. Ну, идет массаж сердца. Качает, 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 качает. Ну, он начинал реанимацию. Все там помогали, как могли. Капельницы ставили, что могли, делали. Ну, не получилось. Неудачная реанимация. Закончилась реанимация. Константин Михайлович смотрит, а что мы старались, там форточка-то открыта. А что это такое? Он говорит, ну, душа-то улетела. Форточку надо, говорит, закрывать было сначала. Ну, цинизм, конечно, цинизм. Ну, да, ласковый, ласковый цинизм. Циничные шутки по поводу смерти – лишь защитная реакция, чтобы сохранить рассудок и душу, уверен доктор и священник Алексей Тимаков. А еще реакция на бессилие и собственную немощь, когда осознаешь, что помочь не в силах. Бессилие? Больше, наверное, ничего. Бессилие, да, я ничего не могу сделать. Но это хуже, наверное, когда не один, а несколько подряд. Уходят, у тебя же несколько тяжелых больных, и один за другим уходит и уходит. И вот здесь вот ощущаешь себя полным идиотом, ни на что неспособным и никчемным. И зачем-то, собственно говоря, нужен, когда... Впрочем, однажды от цинизма не осталось и следа. Это случилось, когда у врача тяжело заболел сын. Диагноз был для меня, ну, мягко говоря, совсем-совсем неутешительный. И я просто понял, что... Ну, я ничем, в общем-то, помочь не могу. Вот это все. Я уже ничего не могу. Ну, я тогда взял просто, встал перед иконой, открыл Евангелие и начал читать. И причем, знаете, такая вот червоточинка маленькая-маленькая. А сейчас вот найду какое-нибудь исцеление, как вот кого-то там исцеляют и так далее. И будет, ну, совсем хорошо и замечательно. И вот, значит, попал. Вот я читаю и открыл Евангелие от Иоанна. Ну, так про себя немножечко обозлился. Я, мол, не мог от Луки открыть. Вот. Ну и читаю там про разговор Христа с Никодимом. Вот там богословские глубокие разговоры. Читай над собой, посмеиваясь, посмеиваясь, посмеиваясь. Потом, значит, читаю, значит, дальше продолжение беседы с сумарянкой. Тоже такие глубоко-глубоко богословские измышления. Я все над собой продолжаю посмеиваться. Ну, рассчитывал, рассчитывал, рассчитывал. И вдруг, значит, бац, следующая тема. Сотник позовет Христа, который заканчивается словами. Иди, сын твой, здоров. Тогда и пришли обильные слезы и полная убежденность. Болезнь пройдет. Так и случилось. Через какое-то время отец предложил стать священником. Это был конец 80-х, начало 90-х. Время, когда храмы стали активно открываться. Отцу как раз дали приход. Служить в храме было некому. И хотя в глубине души Алексей Тимаков давно ждал этого предложения, он был вынужден отказаться. Он только перешел на новую должность анестезиолога в институте проктологии. Тут же уйти с нового места было неудобно. Я еще, в общем-то, толком-то из себя ничего не представляю, но все равно уже на меня какая-то надежда есть. Я понимаю, что вот только что пришел и тут же сказать «до свидания», но как-то непорядочно будет. И как-то говорю, давай попозже. Это попозже случилось через три года. Испытывая острую нехватку в священниках, отец вновь позвал сына. И в этот раз доктор согласился, несмотря на искушение. Предложение от отца пришло одновременно с новой должностью, заведующего отделением. А с другой стороны, от священства вдруг стал отговаривать родной брат, священник. И если от повышения он отказался легко, то договориться с братом было сложнее. Он сказал, что нет, не надо. И тогда я взял, собрал и отца, и брата вместе, и сел рядом с ними. Говорю, вот один священник, вот другой священник, вот два священника. И как один мне дорог, так и другой мне дорог. Вот вы разберитесь между собой. Но найти общий язык не получилось. Каждый настаивал на своем. Тогда Алексей предложил кинуть жребий. На томе порешили. Пришел на литургию. Если не ошибаюсь, это было Сретение Господня. Как символично. Сретение Господня. И служил очень хороших тогда священник в храме, в Святом Исавате, Славицке, Гальянова. Отец Игорь Коньков, он сейчас служит в Девятинском храме, напротив американского посольства. Вот он замечательный, совершенно замечательный человек. Прекрасный человек, очень глубокий. Он тоже, кстати, достаточно поздно пришел в священство из инженеров. Вот просто вот такой вот замечательный, духоносный батюшка. И была еще там. Ну да, и в общем-то мы свернули жребий. Да, нет. Написано было, свернули в рулончики, положили на престол. В литургию отслужили. И он извлек жребий, где было да. То есть здесь подтасовок не было никаких, совершенно одна так, другая не так. Ну как-то все, жребие брошено, жребие принято. В день, когда доктор Тимаков стал священником, он помнит, как в тумане, из-за слез. Душа в тот момент вновь ощутила непередаваемую радость присутствия Бога. Отец Матфей Стаднюк и отец Владимир, мой родной отец. Мы вдвоем, они меня водили вокруг престола. Ну я вот, ну я не помню, там были у меня ноги, не было у меня ног. Какое-то совершенно такое чумное состояние. Я говорю, ну это вот состояние реаниматолога. Для меня совершенно невозможно. Когда водили вокруг престола, вот вот градом слезы льются, и все, ничего с собой сделать не могу, я опять-таки смотрю на себя. Что было, то было. Субтитры создавал DimaTorzok Шестой год священник Алексей Тимаков, настоятель храма святителя Николая Мерликийского на Преображенском кладбище. Всего же в сане священника почти 25 лет. Несмотря на приличный срок, люди все равно обращаются и звонят с болячками, не давая забывать о врачебном опыте. Теперь, по прошествии лет, он оценивает его совсем иначе. Смерть всегда страдание, в любом случае страдание. Ну, если только так, не внезапное, там, смерть, когда не успел, что называется, испугаться. А так вот, когда человек просто сознательно и долго умирает, он, безусловно, очень страдает. Ему больно. Это момент ухода человека, это наивысшая степень его страдания, когда он уже не может даже терпеть. И душа расстается с телом. Правильно пережитые страдания, она очищает сердце человека. И без боли спасения нету. Христос не просто так пошел на крест. Он все через себя, через свою боль все пронес. И это, наверное, какое-то необходимое условие спасения. Я как-то себе представил, может быть, это очень грубо звучит, но вот врата узкие, вы слышали. То есть я не могу пролезть в рай. И у меня такой вот образ мясорубки, в которую меня там запихнули, а выход не много-много дырочка, а одна маленькая дырочка. И вот меня прокручивает, и я в рай вот маленьким червячком вползаю. Субтитры создавал DimaTorzok